Шричин мой. Благодарность. Часть пятая. Благодарность и творчество. Шедевр моего искусства. Обладание сердцем благодарностью. Вот высшее искусство, которому всем нам надо учиться. Вопрос. Чему, согласно желанию Всевышнего, нам нужно учиться от своих произведений искусства? Шричин мой. Всевышний хочет, чтобы мы учились благодарности. Чувству постоянной благодарности. Эта благодарность не только расширяется сама, но еще расширяет и наше сознание. Каждое божественно вдохновленное произведение искусства – это ясное указание на расширение нашего устремленного сознания, достигающего и проявляющего Бога. Когда Бог видит мою жизнь любви и мое сердце благодарности, он чувствует, что его мечта о проявлении стоит продолжения. Вопрос. Прежде всего, спасибо. Я так поражен вашими прекрасными стихами, рассказами, вашим огромным творческим даром, позволяющим столько делать и вашими картинами. Вы могли бы что-нибудь рассказать об этом потрясающем даре, создавать прекрасное благодаря воображению, связанному с духовными знаниями. Шричин мой. Когда мы в духовной жизни погружаемся глубоко внутрь, то, что мы называем воображением, на самом деле им не является. Это нечто иное. Это, собственно, предтеча вдохновения. А то, что мы называем вдохновением, не является вдохновением как таковым. Это нечто иное. Когда вы погружаетесь глубоко внутрь, вы видите, что во вдохновении скрывается устремление. А устремление – это не устремление, а нечто иное. Это что-то более высокое, более глубокое. В самом устремлении есть осознание. Так что, когда я что-то делаю, рисую или пишу, чувствую, что это мой внутренний корм, чей переживает опыт во мне и через меня. И этот опыт устремления. Но тому же самому кормчему, внутреннему кормчему, захотелось бы пережить во мне и через меня и другой опыт. Ему тогда захотелось бы пережить опыт осознания или вдохновения. Ищущий должен помнить, что он не вершитель, он инструмент. Вершитель – это внутренний кормчий. Я это знаю и говорю своим ученикам, что я не вершитель и что они не вершители. Вершитель – кто-то другой. А раз вершитель – он, мы должны быть ему очень благодарны за то, что он нас использует. Сегодня он использует меня. Если я поступлю неправильно, если я слушаюсь его внутреннего приказа, внутреннего указания, он тут же отбросит меня и даст шанс быть его инструментом кому-нибудь другому. Здесь около 250 ищущих, а на Земле и миллионы ищущих. Но сколько из них сознательно молятся Богу и медитируют на Бога? По сравнению с населением мира молятся и медитируют очень немногие. Так что, видите, люди, которые молятся и медитируют, уже избраны и подобраны для особой цели. Бог мог бы выбрать кого-то другого, позвать другого. Но именно потому, что возможность стать его инструментами он дал именно нам, мы считаем своим непременным долгом быть ему постоянно благодарными. Так что, когда я что-то делаю, как его инструмент, то перед началом я приношу ему свою благодарность, одухотворенную благодарность. Когда он проходит этот опыт, когда он действует во мне и через меня, когда я вижу, что именно он делает все через меня, я полон благодарности ему. В конце, когда я вижу достигнутый им результат, я снова приношу ему благодарность. Так что, если вы спросите, что я делаю, я скажу, что от начала и до конца я стараюсь стать сердцем благодарностью, возложенным к стопам Господа Всевышнего. Вот единственный опыт, которым я могу с вами поделиться. Ты самый совершенный инструмент Бога. Именно потому, что твое сердце превратилось в галактику звезд благодарности. Воображение и творчество Вдохновение творить искусство или нести искусство всему миру приходит к нам только тогда, когда мы способны слиться воедино со своим воображением. Воображение совершенно отличается от реальности, но оно не является чем-то плохим. В какой-то момент это воображение, но когда мы сознательно даем воображению волю, мы чувствуем, что создаем реальность. Прежде чем проявиться во внешнем мире, все уже существует во внутреннем мире, в форме воображения. Если мы с любовью, энтузиазмом или надеждой погружаемся в воображение, в нас сразу расцветает вдохновение. А внутри вдохновения живет творчество. Без воображения мы не сможем вдохновлять других и не можем вдохновляться сами. Когда мне хочется вас вдохновить, значит, внутри меня есть тот, кто уже представил себе, что вы можете вдохновиться и что я тот, кто может вдохновить. Когда воображение сознательно или неосознанно исполнить свою роль, приходит вдохновение. Затем, когда воображение становится полностью и безоговорочно единым с вдохновением, мы видим, что вдохновение может что-то дать. И это что-то творчество. Вот так воображение рождает вдохновение. А вдохновение дарит нам свое собственное богатство, творчество. Воображение бывает божественным и не божественным. Война это тоже воображение. Здесь человеческое воображение используется по-другому. Человеческое воображение одного типа используется для божественной цели, чтобы возвести дворец любви, света и истины. Воображение другого типа хочет разрушить весь мир. Воображение дает нам вдохновение, божественное или небожественное, что-либо делать. Как обрести божественное вдохновение? Мы обретаем божественное вдохновение, если ведем божественную жизнь, духовную жизнь. Мы обретаем божественное вдохновение, если очищаем свое дыхание Каждую секунду мы вдыхаем и выдыхаем Если мы вместе с дыханием сознательно повторяем слово чистота Или думаем, что чистота это единственное, что нам нужно в жизни Дыхание становится чистым, само собой Наше дыхание становится чистым даже от простого представления того, что чистота нужна нам больше, чем что-либо еще А когда наше дыхание очищается, нам надо чувствовать, что оно совершенно божественно Так что, если мы хотим стать божественным художником, нужно взращивать в себе божественное воображение Когда божественное воображение предлагает свою реальность, оно становится вдохновением А когда мы сознательно чувствуем божественное вдохновение, у нас получается божественное искусство Чистота – это шедевр моего сердца искусства Человеческое искусство, божественное искусство, высшее искусство Сначала посмотри, потом сделай Это человеческое искусство Сначала почувствуй, потом сделай Это божественное искусство Сначала посмотри, потом нарисуй Это человеческое искусство Сначала почувствуй, потом нарисуй Это божественное искусство Сначала начни жить во внутреннем мире Со своим светом способностью А потом живи жизнью необходимостью ради внешнего мира Это высшее искусство Расчет земной красоты – это человеческое искусство Освобождение земной красоты – это божественное искусство Совершенство земной красоты – это высшее искусство Человеческое искусство провозглашает Ничто так не преуспевает, как успех Божественное искусство утверждает Ничто так не продвигается, как прогресс Высшее искусство шепчет Ничто не приносит такого удовлетворения, как служение Божественное служение Адухотворенное служение Всевышняя высота человеческого искусства – это луна вдохновения Благородная глубина божественного искусства – это солнцеустремление Просветляющая цель высшего искусства – это день совершенства вечности Обладание красотой – это человеческое искусство Искусство земли Распространение красоты – это искусство небес Удовлетворение от красоты – это высшее искусство Обладание земли красотой – это земное искусство Сострадание небес к земле – это небесное искусство Совершенство Бога в красоте – это высшее искусство Человеческое искусство смотрит по сторонам, пока бежит к цели Божественное искусство смотрит вперед, пока быстрее быстрого бежит к цели Высшее искусство не бежит, не летит, не погружается Высшее искусство становится тем, кем от него хочет внутренний кормчий Всевышний художник Человеческое искусство – это та реальность, которая у нас есть Реальность, которой нужно себя выразить Которой нужно, чтобы мир ее принял, оценил Ею восхищался, ее обожал Божественное искусство – это та божественность, которую мы видим во внутреннем мире В мире наших земных переживаний, земных осознаний, земных жертв и достижений Высшее искусство – это божественная реальность, которая постоянно превосходит собственную высоту Ради вечно нового творения, вечно нового раскрытия, вечно нового проявления и вечно нового совершенства Бога Человеческое искусство – это опыт, листок с нашего древа жизни Божественное искусство – это цветок осознания с нашего древа жизни Высшее искусство – это плод совершенства с нашего древа жизни Листок нас вдохновляет, поэтому мы бежим к своей цели Цветок нас очищает, поэтому у нас невероятно вырастает скорость И мы бежим быстрее быстрого Плод насыщает нас энергией, поэтому мы становимся избранными инструментами Чтобы бороться со сгущающим мраком и невежеством Чтобы победить небожественные силы у себя внутри И, наконец, установить в себе реальную, божественную, вечную жизнь безмолвия И вечную красоту совершенства В каждом творении Бога есть нечто реальное Это реальная реальность – душа Но душа скамейки или душа стула Не должна и не может быть развитой, просветленной, осуществляющей Так же, как душа продвинутого ищущего Или осознавшего Бога Учителя Так что, если нам захочется рисовать скамейку или стул Мы можем нарисовать их хорошо Но через несколько минут стараний Нарисовать стул, скамейку или стул Вдохновение нас подведет А если рисовать что-то или кого-то, кто серьезно способствовал Развитию мира устремления и света Тогда наше вдохновение, естественно, продлится очень-очень долго В таком случае вдохновение станет предшественником устремления Устремление предшественником раскрытия А раскрытие предшественником проявления Которое есть не что иное, как совершенство в Боге Полное, абсолютное совершенство Художник-человек велик Несомненно велик Божественный художник добродетелен Очевидно, добродетелен Высший художник – это тот Кому не важны ни величие, ни добродетель Кто жаждет лишь одного Удовлетворение в Боге Удовлетворение Бога Всевышнего художника в себе и через себя Ему не требуется величие Ему не нужна добродетель Он хочет в своей жизни лишь удовлетворение в Боге Вопрос Что вы переживаете, когда с огромной скоростью создаете свои работы? Что предпринимаете, чтобы достичь нужного сознания? Вы можете творить, писать в любое время, когда захочется Или только, когда чувствуете зов изнутри? Швичин мой Когда я работаю с огромной скоростью Я переживаю внутри себя безграничное море восторга Я переживаю, как конечное во мне входит в бесконечного внутреннего кормчего Я переживаю, как ограниченная скорость входит в безграничную скорость Я переживаю, как мое связанное ограничениями тела Становится неразделимо единым со свободной и безмерной безбрежностью И беспредельностью моей души Наконец, я переживаю, как Бог Творения возносит благодарность Богу Творцу И как Бог Творец невероятно гордится Богом Творением Чтобы быть в нужном сознании Для создания чего-то такого, что казалось бы ценным для устремленного человечества Я не молюсь Богу о вдохновении и не медитирую на вдохновение Прежде чем создать или сделать что-то важное и значительное Я лишь медитирую на то, чтобы Бог завоевал полную победу Во мне и через меня Как поэта, писателя, певца или художника Я могу творить или сочинять в любой момент, как только захочу Поэты, писатели, певцы, художники и так далее Могут быть двух типов Творческие люди одного типа гоняются за птицей вдохновением Желая ее поймать Людей же другого типа Божественно благословила милость Бога Птица вдохновения сама летит к ним Чтобы ее поймали Но в обоих случаях могут быть трудности Те, кто гоняются за птицей вдохновением Могут не преуспеть в ее ловле Но и те, кто хватает птицу вдохновения, когда она к ним прилетает Могут не почувствовать одухотворенности и благодарности Поэтому они тоже могут потерпеть неудачу Не предложить в своих творениях высшей божественности Мне так повезло Я могу поймать птицу вдохновения практически в любое время И мне не придется за ней гоняться Птица вдохновения навещает меня весьма часто В 95 случаях из 100 Вопрос Почему в ваших картинах такое изобилие садов С экзотическими цветами и чудесными птицами? Внутренний сад или сад запредельного Это полное счастье состояния Но оно представляет собой такой контраст с проблемами повседневной жизни Похоже, оно практически их избегает Это так? Что вы хотите сказать своими разноцветными садами? Швичин мой Птица духовно обозначает душу Летящую в небосводе бесконечности А сад представляет собой красоту и чистоту Если человек обладает внутренней красотой и чистотой То ему легко будет быть в контакте со своей душой Душа принесет ему послание свободы от рабства Благодаря постоянному и неразделимому единству с Богом Всеведущим, Богом всемогущим и Богом вездесущим Верно, во внутренней жизни есть все счастье и красота Тогда как во внешней жизни история практически противоположна Но я никоим образом не пытаюсь избежать внешней жизни боли и страдания Ускользнуть от нее Разноцветными садами и цветами Я стараюсь показать, что внешняя жизнь Тоже может нести гармонию Покой, любовь, свет и восторг Потому что я чувствую, что внутренняя жизнь Должна вдохновлять жизнь внешнюю Устремлением сердца И посвящением жизни Я стараюсь вывести вперед красоту и чистоту внутренней жизни Чтобы она приносила счастье внешней жизни Все божественные качества, которые мы видим во внутренней жизни В конечном счете Будет нужно вывести вперед и во внешней жизни Бог хочет, чтобы мы преданно и одухотворенно участвовали в его космической игре Внешне проявляя все божественные качества, которым обладаем внутри Я выполнил тысячи рисунков И часть их темы связаны с полем битвы жизни И суровыми реальностями, которые мы обнаруживаем здесь Мир моего искусства похож на большой магазин Где каждый покупатель может выбрать себе что-то по вкусу и по потребности Если вам нужен зов сердца, вы его найдете Если нужна улыбка души, вы ее найдете Если вам требуется утешение, вы найдете его Если вам нужно просветление, вы найдете его Вы сможете найти в моих картинах Все то, чего захотите Я по-разному стараюсь служить человечеству И горячо надеюсь на то, что каждый человек возьмет из моего фонтана искусства То, что захочет или что ему понадобится Я творю И поэтому мир любит меня Мою душу Они воспринимают И поэтому Им я радостно отдаю свое сердце благодарность Чистая, сладостная А также Одухотворенно Весь мой мир Единство Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok